МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, идем дальше. Так, я дозаказался, кажется. Когда проверяющие сами лохи. Дело в том, что существуют стандарты. Всегда на САЗНС в советское время были стандарты. Я один раз памяти нету. Я помню, первый класс нет, первый сорт метр, а второй сорт, по-моему, 80. Все, что ниже, требует доращивания. То есть какие-то стандарты были. Я не помню, что там говорилось о вот этих вот диких, страшных штамбах, естественно, искусственных. Вот когда вот такое предлагается, да, любой дурак, извините, купит только потому, что они им придали форму дерева. Почему? Можно вырасти дерево маленькое, мелкое. Ну вот, допустим, вот этот САЗНС, так. Вот откуда он? Я что-то... Откуда, откуда? Я не помню. Вот жалко, не догадался. Мои САЗНС так не выглядят. А хотя внизу парочку САЗНС увидите. Вот. Чего они добиваются? Чисто внешнего товарного вида. Тем более, что у нормальных людей, вот, а их принимают за дураков, они не дураки, я ещё раз говорю. Пекарь, он такой хлеб спечёт. Сапожник, он такой может эти самые, шить обувь, что не стоит на английской королеве предложить. Вот. Но здесь-то весь расчёт на то, что именно в садоводстве они дураки. Они никогда не учились. Вот я, например, не учился никогда. Вот. Я учился только здравым смыслом. И вот получилось так, что вот такие предают как? Их невозможно вырастить в этом горшке. Ни один в горшке не вырос. Исключено. Сто процентов. Просто поверьте мне, что в горшке эти саженцы, мощь они выросли, их поставили перед продажей в горшок. Дополнили земли. Зверя, кстати, просела, видите, там ещё земли мало. Теперь вторая задача – вам продать. Вот. И вы купите, наверное, смерть. Потому что, представьте себе, вот эти корешкорни, сколько бы их там не было бы, а они всё равно извечены, выкормили вот эту самую. Тогда возникает вопрос. Надо бы взять тогда вот так вот отрезать. Но этот саженец, он явно куплен двухлетним. Так? Явно. Вот. Ну, видно, земля свеженькая. Вот такое впечатление, только закопали. А теперь, то есть я предложил отрезать, если смотреть по количеству, ну, допустим, сложить все в длину веток, да, ну, штамп посоления, ну, где-то, если брать по массе, осталось одна треть, если по массе, ну, весит, отрезанное, не отрезанное, по массе, одна треть осталась. Теперь берем и отрезаем здесь одну треть, иначе он не выживет. Отрезали, а здесь ничего нет. Голый штамп. И раны на нем, и больше ничего. А так он умрет. Это же не я придумал, это у меня все одно к одному, как пришедло прямо к месту, прям как доминошки, друг к дружке прикладываются. Вот. И тут я еще раз показываю, есть такой ананим, он агроном, солиднейший человек, самый грамотный в Хакасии. Я рядом с ним не стоял, вот тут правильно можете, помните, да, вы из этого, можете мордой тыкать, что это урх. Я рядом с ним близко не стоял. Я слушал его доклад, мы выступали по очереди. Состоялся фестиваль в Абакане, я с ним там познакомился. Вот. И вначале я выступил, с трибуны, ну там минут 20-30 рассказывал, как выращивать деревья, а после меня ананим, вот он, вот, председатель Союза Садоводов Абакана, серьезнейший мужик. Каждый год он долбит, долбит этот Роспотребнадзор и прочее, сельхоз и прочее, эти санитарные, которые пропустили, пропускают всю эту дрянь с юга, да, внешне они не дрянь, а на самом деле все погибает. Вот. Поэтому я еще раз его показываю, и в этом году. А почему? Вы знаете, я бы уже, это, ну вот так, на улице встречаю. Привет, Константинович. А ты, ну, сейчас редко ко мне кто, те уже давно ушли, не скажу куда, садоводы той волны, вот, а сейчас редко кто, это, Константинович, а ты в курсе, к нам завезли малиновые деревья? Все. Ой-ой-ой-ой. Переделать даже двухлетнюю малину, есть однолетняя, знаете, ремонтантная, двухлетняя, вот. Каждый раз появляется новый побег из земли, подчеркиваю, из земли. Год плодоношения, не так, год растет, год плодоношения, мертвый год. Вот. И чтобы сделать их, природу такой, чтобы она хотя бы еще год удержалась эти ветки, хотя бы год еще, это надо несколько миллионов лет, а когда же они успели? А они успели. Вот. Естественно, я не пошел искать, где они там торгуют этим малиновым деревом, потому что нервы не выдержат, я начал морду бить. Вот. За обман. Да. Я просто взял, набрал. Малиновое дерево. И попадаю на эту фотографию. Смеялся. Вот вам и гибрид. Ветка малиновая, а штаб в яблоне. Когда мы людей научим, когда мы грамотность поднимем, ребята, когда же это кончится, этот самый бардак.